Час в прямом эфире радиостанции Вести Плюс Луганск и телеканал Луганск 24. Андрей Юрьевич Славович Яковенко у нас в гостях заведующий кафедрой социологии и социальных технологий Луганского государственного университета имени Владимира Ивановича Даля, доктор социологических наук. И мы говорим о том, кто пытается не просто расчеловечить, а бесчеловечить этот мир. Ну или, как сказал Сергей Михеев, превратить в говорящую мясную котлету. Я вот еще буквально дополню местным колоритом, значит, там же в Киеве проводили этот, прости господи, гей-парад. Так вот, наш знакомый Алексей Селиванов пишет у себя в телевизорном канале, выкладывает оттуда новость, значит, что это похоже на тест, на определение, дальше там слово-то ругательное, но, в общем, человека явно с гомосексуальными наклонностями. Если против русского языка, значит, ну, он самый. Потому что Киев Прайд считает русский язык вредным для культурного кода. По мнению этого сборища, он несет в себе вред для людей. И для культурного кода Украины заявили геоактивисты на Киев Прайде. Так вот, мы подошли с вами как раз к научному объяснению вопроса. Ну, и под спудной, если можно, я попрошу вас ответить на вопрос, как вам кажется. Собственно, кто это делает? Это же делают такие же люди, причем которые уже сами родились, сами нарожали, у которых уже есть и дети, и внуки, и правнуки, как у всяких, там, и Байденов, и Пелосий. А они вот сейчас вот так вот. Сначала реплика, если бы я так хотел поиронизировать, я бы сказал бы, что на месте бы представителей российского Прайда, я уверен, что если такой, я бы подал протест на своих там коллег из Киев, поскольку это дискриминация, в данном случае, по языковому признаку. В России вряд ли есть, потому что международная организация всего этого дела сказали, мы никогда не будем проводить гей-парады в России. Тем более, если, опять же, здесь вопрос не смеха, а если речь идет о уж такой абсолютной демократии, то тем более нельзя говорить о преимуществах или, наоборот, отрицать на каком отношении к какому конкретному языку. Теперь о более серьезных вещах. Кому выгодно, я думаю, уже тоже здесь много раз говорилось, много раз анализировалось. Мы доказать ничего не можем в плане, потому что мы не присутствуем на этих закрытых вечеринках, на этих обсуждениях, и не входим, слава богу, в структуры тех якобы супертеневых правительств, которые принимают решения или дают эту волну информационную, дают эту волну в том числе и финансовую, самое главное. Я уже не помню, по-моему, Ярослав Алексеевич рассказывал, что для меня я первый раз это столкнулся, когда коллега приехал со Швеции и сказал, ну все, ребята, деньги под гендер больше не дают. А все же такие, а под что дают деньги? А деньги дают вот под эту повестку. То есть как бы вот то, что мальчики и девочки, почему мы говорим, что теперь обидно за феминисток, потому что они остались без финансирования. А финансирование, причем научное финансирование, то есть человек поверил, что он приедет, он будет заниматься там темой, не помню, какая у него была, но какая-то совершенно полу никакого отношения не имела. А ему сказали, ну как бы вот извините, ну как бы это не актуально. А вот это вот актуально, и все будет у вас хорошо, если вы этим будете заниматься. Поэтому эти вещи тоже существуют. Здесь ничего нельзя скрывать, все и так понятно. Поэтому вопрос финансирования и вопрос придания этому вот этих широких таких хождений, мы уже говорили, и в мультипликацию, и извините, на уровень там всяких мус, эти как они там, премий, да, и премий там голливудских и так далее, и так далее. То есть должна быть очень мощнейшая лобби, даже не мощная, очень мощнейшая, извините, может быть, нельзя сказать очень мощнейшая, если мощнейшая, то она уже очень, но я специально усилию, очень мощнейшая лобби, которая как раз, ну для меня, как человека, который всегда как бы старался вот быть в такой вот, как бы ее так назвать, ну и сейчас этого уже пошли, но слово, ну в хорошей такой научной эстезии, социальных каких-то причин этого всему, пока ответ, может быть, кому-то покажется очень простым, поверхностным, но поверьте, чем дольше живу, тем больше убеждаю, что чем проще ответ, тем он зачастую и адекватнее, и правильнее. Что поскольку, опять же, глобальные капиталы не знают, как этот устроить мир так, чтобы оставить прибыль и свое влияние, и в конечном счете развиваясь, не развиваться, этот вот парадокс, который откройте, сейчас не модно, откройте там, манифест комиссийской партии, где очень хорошо у Карла Маркса, опять-таки, Хангельса написано, как капитализм впадает в эту ловушку. Он, с одной стороны, не может не развиваться, он экспансивен, он всегда куда-то, он деловой, он активный, он энергичный, все, он должен везде, 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 везде. И одновременно он должен консервировать, как кто-то недавно, я не помню, кого я слушал, говорит, вот посмотрите, когда сначала в Англии или во Франции, сначала революция все расшибает, все сметает, там, антиклирикальные идеи этого бедного Людовика голову отрезают, там, супруги отрезают, еще там кучу голов наотрезали, всех бедных там представителей французского духовенства опозорили, кого-то тоже там решили, головы, саны и всего остального. Ну, проходит какое-то определенное время, и тот же капитал начинает все это консервировать, вот, даже, насколько я помню, во Франции в определенное время даже монархию сохранили, восстановили, и так далее, и так далее. То есть, вот такие флуктуации показывают, что, ну, вот, вот хочется вот как бы одновременно, чтобы развивалось, но так, чтобы все было под контролем. И когда, ну, мое убеждение такое, что человечество давно, и не знаю, разные есть специалисты, кто-то говорит, что это уже был потенциал в конце 19 века, кто говорит в начале 20 века, кто говорит после Второй мировой войны. Но в любом случае, давно уже понятно, что потенциалы человечеству для того, чтобы развиваться вот по неким таким законам социальной справедливости, чтобы, условно говоря, всем хватало, ведь не случайно мы сейчас, вот, как сейчас полемика домешнего стихла, а еще там пару лет назад, пять лет назад все говорили вот в этом там базовом доходе, да, то есть, если базовый доход возникает, идея, значит, всем хватает, и всем может хватить. И, а если всем хватает, то люди действительно могут начинаться заниматься, в общем-то, той же самой настоящей наукой, я же к науке все склоняюсь, только наукой, которая не псевдонаука, которая занимается 56-ю гендером или 80-ю, или миллионами гендеров, и ищет там в себе какие-то там... Превращением человека в говорящую котлету. Ну, дело в том, что я бы так бы сказал, я бы так бы поправил уважаемого Сергея Михеева, не превращением человека, а не дать человеку выйти из состояния котлеты. Потому что у меня позиция такая, что человеку до сих пор так и не дали выйти из этого состояния. Он был во многих случаях котлетой, ему пообещали, что он выйдет с котлеты, но его никуда не пускают с этой котлеты. Ему, наоборот, навязывают котлеты. Сначала там в буквальном смысле сиди, просто кушай, пей, ничем не занимайся, ну, в лучшем случае поставь себе рядом, как он там, велотренажер и на нем крути. Но тоже никуда не вмешивайся, ничего не соображай, но вовремя кричи вот за этих, потому что мы сегодня сильнее. А потом кричи за тех, потому что эти сильнее. Но никуда дальше не дергайся вот этого духовного совершенства, коллективного духовного совершенства. Ведь почему там мы говорим о воспитании, всегда говорим о каких-то вот моральных принципах. Но как только дело доходит до моральных принципов, вдруг оказывается у нас вот на первом месте должна быть сексуальная революция. Причем такая сексуальная революция, потому что разврат, ну, полнейший разврат. Я не против нормальной любви, многообразной любви, в том числе и физиологической любви. Но когда это только это и больше ничего, ну, это тоже тот же самый идиотизм, как и все, это та же самая котлета. Теперь, поскольку уже человек даже здесь понял, что как бы, ну, можно и это, и это, ну, давайте мы ему еще что-нибудь навяжем такое, чтобы в конечном счете он все равно не знал ни про капитал, ни про законы там рынка реальный, никто кем-чем управляет, никогда не задумывался, почему там уже сколько разгорелись, по-моему, с Ярославом Алексеевичем или с вами уже не помню, там, по поводу тех же самых пандемий и так далее, и так далее, и так далее. Не надо. Вот ты живешь в состоянии котлеты и живи в состоянии котлеты, никуда ты не поднимайся, ни с какого состояния котлеты. Теперь о науке. Для меня болезненный вопрос. И я бы здесь очень-очень поистерегся, потому что для меня, не в плане того, что да, я представляю научное сообщество, я не отказываюсь от этого, но я возвращаюсь вот к тезису, кстати, тоже было интересно, когда вот были эти кризисы и пандемийные, а сейчас уже такие военные, по одним из там рейтингов в тройку лидеров по запросам там, по литературным, входила книжка знаменитого, некогда знаменитого, теперь надо говорить, некогда знаменитого, да, социального психолога Виктора Франкла, или Виктора Франкла, там по-разному его называют. И все, кто более-менее посвящен вот в социологию, психологию, все знают его знаменитую работу «Психолог в концентрационном лагере». Он не работал в концентрационном лагере, он сидел в концентрационном лагере. Он был тем самым заключенным как раз потому, что он был евреем, И потому что он не захотел бросить своего отца, оставить своего отца, потому что ему грозила гибель, он остался. Хотя, как ученый, если там тому же Фрома повезло, то есть уезжали ученые и могли уехать. Он не уехал, остался. И он попал. И он был в самых-самых таких лагерях, ну, самых страшных лагерях. И потом писал знаменитые книжки о смысле жизни. И вот как раз «Психолог конструкционного лагеря» так вот заканчивается эта книга. Я, кстати, могу признаться, я ее перечитал в 2014 году. То есть в конце 2014 года я ее заново перечитал. И вдруг, знаете, как всегда, вот, ну, бывают книжки, которые перечитаешь, думаешь, ну, зачем ты ее прочитал? Вот я когда здесь рассказывал свое разочарование там «Таинственным островом капитана Немо», когда я понял там политическую подоплеку совсем иную. Когда мальчишка читал, все было классно. Вот. А это я перечитал, во-первых, уже со зрелостью, уже, скажем так, и с личной, и с общественной катастрофой, уже непосредственно связанной с Донбассом. И концовка книги. Человек, который все это прошел, написал там много умного. Все в человеке. Так вот я к чему говорю? Все в человеке. Есть ученые, причем когда-то я даже статью писал, сейчас фамилию не вспомню, потому что книжка еще была 80-х годов, которые даже специально, они вот занимались в рамках биологических программ, они отказывались от того, чтобы дальше заниматься. Они замораживали свои исследования, потому что понимали, что они могут попасть в чужие руки. А были те, вот как там доктор Менгеле и так далее, и так далее, да, которые им все равно. ЛГБТ поставят задачу, ради бога, там еще там фашисты поставят задачу, еще там как угодно. Они все равно будут ее выполнять, потому что главное там, как говорит, научный азарт, но еще как бы, в общем-то, и финансовая стабильность, и статус, и все остальное. Но, извините, а что, я думаю, что в ряде других социальных групп такие же самые люди есть, которые искренне понимают, что вот этот порог переходить нельзя. А другие говорят, да, нам все равно какие там пороги, никаких порогов нет. Это еще раз говорю, это не касается ни науки, а такие люди могут быть вплоть до религиозных структур. Мы уже говорили, что там специально их создают для того, чтобы подурманивать, одурачивать и так далее, и так далее, и деньги зарабатывать. Поэтому вот вопрос, что всегда вот эта вот мера, ну для меня, я же говорю, я вот всегда буду его с вами, Ярслава Алексеевича, не верьте мне, не слушайте меня, там проверяйте, что я говорю. Но для меня это система убеждений, все в человеке. Он как раз и показывал, что человек, который с ним вместе сидел, был староста этого самого, он фактически работал на фашистов. А начальник этого лагеря, он какой-то уже небольшой был, он никому не говорил, но он через врача покупал лекарства, чтобы хоть как-то обличать жизнь заключенных. Как мог человек, который прожил, ненавидел эсэсовцев, признать, что в конечном счете даже там, в общем-то, это вопрос человека, в конечном счете выбор. Да, но вот вы говорили там за судью, мы полимизировали. Кто какой выбор делает, кто до какой грани может дойти. И вот то, что Сергей Михайлов говорит, что сейчас эта грань, не то, что она кем-то пройдена. Это нам навязывается, что мы все должны эту грань пройти. Вот в чем дело. Вот что самое опасное, что здесь вопрос не в том, что даже там ученые где-то что-то там изобретают, а то, что говоря о технологиях, да, это теперь уже переходит в те рамки, когда в конечном счете мы тоже должны вот внутри себя настолько измениться, что вообще уже никаких порогов нет. Вообще никаких порогов нет. Чтобы только меня не трогаете, да? Нет, трогайте. Ну, чтобы мне было приятно, когда вы меня трогаете. Наоборот, трогайте. Тут другой вопрос, Юрий Владимирович, понимаете, многие как раз хотят, чтобы их трогали. А как же самоактуализация? Как же слава? Вы что? Наоборот, трогайте. Но так, чтобы мне было приятно. Вот то, что показывает. Там же, это же не ребенок сам себя снимал на этот... Да, да, да. Его там уговаривали. Какие-то там мамы или кто-то там из этого сообщества, понимаете? Они же показывают, они сегодня на демонстрацию. Мы уже с вами обсуждали, что, к сожалению, это не только эта культура массовая такая, но она теперь уже там культура культур. Когда вот именно вот эта супер демонстрированность само себя, своих детей, своих пороков, своих там каких-то глупостей, так буду называть, благоглупостей, да? Своей котлетности вот этой, она манифестируется. Если ты не манифестируешься, если ты скромный, нормальный человек, который, ну, скажем так, так говорят по нашим таким самым шаблонным фразам, читает книжки, да, любит одного человека, вот, воспитывает детей, ну, как-то не ходит ни на какие вот эти прайды, да? Ну, что вы? Вы что, Юрий Владимирович? Это что-то все неправильно. А не кажется вам, что вот со временем, ну, мы прекрасно понимаем, что к этому ведет, это общество начнет вырождаться, ну, само собой. Ну, и нас, потом нас обвинят, что вот смотрите, это все нам навязали вот они, потому что, на самом деле, путь к выживанию – это традиционные ценности. То, что, в конечном счете, нас с вами обвинят, давайте этого меньше всего бояться, вы знаете, пускай нас обвиняют, лишь бы мы, ну, мы же все-таки, как бы там ни было, не будем говорить, что мы герои, но люди, в какой-то мере, люди, отстаивающие сегодня натуральность, в хорошем смысле этого слова, еще раз, натуральность развития человека, понимаете? Вот если мы говорим о божественных вещах и субстанциях, то в бытии сказано, первое, сначала создал человека, потом уже мужчина и женщина, человека создал, Бог создал человека. Поэтому, если мы говорим о человеке, что они потом обвиняют? Они все равно обвинят, вы знаете, сейчас, что бы ни случилось, все равно, там, Петров и Баширов, на это даже внимание обращать не надо. Мало того, иногда даже это хорошо можно использовать, это даже очень хорошо, понимаете? А вот вопрос, чтобы себя в этом не потерять, чтобы мы не поддались и одновременно не бравировали этим, не теряли собственную сопереживаемость. Это нужно не в плане того, что вот они такие плохие, ведь я тоже не хочу, чтобы мы переходили в парадигму, вот мы такие герои, потому что они плохие. Нет, нет, мы, почему, и очень благодарен за этот разговор, что мы говорим о технологиях, и в какой-то мере это тоже несчастные люди, которые, да, вот попали, вот эту струю, мало того, им эту струю навязывают, мало того, она финансово поощряется, она рекламно поощряется, а теперь уже впрямую даже статусно поощряется, потому что если ты этот, то, в общем-то, ну, уже, это же не я придумал, а все же уже сколько потешались над пресс-секретарем Белого дома, которая заявила не о своей, там, вот мои дипломы Гарварда, там, Кембриджа, еще чего-то, потому что я вот этой ориентацией. Ну, извините, все, то есть, дальше только звезды. Осталось только, что президент Соединенных Штатов сказал, что вы меня избрали именно потому, что я вот такой. Поэтому здесь вот, я же говорю, проблемно, что нам с вами, вот в этом всем примитивизме, навязываемом таком вот этом каком-то упрощенчестве, ни в коей мере нельзя тоже опускаться до этого упрощенчества. То есть, потому что тогда мы со своей позиции тоже становимся упрощенными, а это тоже результат. Мы такими оказываемся простачками, такими же, извините, ну, может быть, непопулярными, но дешевками, как и они. То есть, мы должны рассматривать это с той позиции не то, что они идиоты, а то, что их одурачивают. Ну, одурачивают, но то, что в конечном счете у нас с вами, если им вообще все равно наплевать, без пафоса, в хорошем смысле слова, на свою семью, на свое государство, на человечество в целом, то у нас, извините с вами, этих обязанностей, просто внутренних, не в плане, что мы герои, а внутренних обязанностей никто не снимал. И вот то, что Юрий Владимирович говорил, что да, вдруг оказалось, что ну вот где оказалось бы, но получается так и есть, что наши ребята, которые сейчас вот там сражаются, я вообще не представляю, там 40 градусов, да, на броне, во всех этих вещах, но они без пафоса, они пытаются хоть как-то остановить это человечество вот в этом упадничестве. Они пытаются, они, может быть, даже об этом не понимают, даже, может быть, слишком сильно не задумываются об этом, понимаете? Им некогда, в конечном счете задумывать, нужно боевые задачи выполнять, но вот в плане, дай бог, чтобы было это наше будущее, когда те потомки, вот как мы сейчас говорим, да, те, кто погиб в Великое Отечество, они спасли мир от фашизма. Да. Они спасли мир от фашизма. А тогда особо, может быть, никто, то есть в рамках пропаганды многих вообще их считали, что это там советская армия, это вообще там какие-то там варвары и так далее, они там, куда они лезут и прочее, прочее, прочее. Это потом, и то теперь уже пытаются, никакого фашизма не было, и вообще никого не спасали, и вообще, вообще ничего этого, все, все мы забудем. Поэтому, если вот это такая вот в хорошем смысле именно победа духа человечества, мы же говорим котлеты и дух, да, вот духа будет, то я думаю, что вот эти люди будут вот, как бы их так называть, очень красиво, ну, действительно борцами за вот это новое духовное человечество. Андрей Вячеславович, ну, буквально минутка у нас осталась, если можно, короткий ответ на резюмирующий вопрос. Вот есть черта, да, дозащищались в обществе интересы, защищали-защищали меньшинство, а в итоге сами, мы уже в меньшинстве, где относительно этой черты мы? Нет, 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 Юрий Владимирович, простите, я перебиваю. Вот давайте тоже, вот еще раз, и буду много раз говорить, если будет этот разговор заводиться, мы не в меньшинстве. Помните, когда-то в советское время было такое, например, агрессивное большинство, только здесь агрессивное меньшинство. Ну, по всем социалистическим вопросам, ну, посмотрите, сколько в мире, даже просто беру чисто фактаж, сколько в мире мусульман традиционных, и там нету ничего этого, сколько в мире католиков традиционных, как бы там ни говорили, что некоторые католики уже нетрадиционные. Вот сколько в мире православных по сумме, вот. В конечном счете нету, у них есть преимущество информационное, у них есть преимущество, может быть, не знаю, насколько финансовое, Но вот это вот такое вот медийное, о, нашел. Организационное. И в какой-то мере управленческое, в какой-то мере управленческое, организационное. И то, давайте не забывать, не мерите, у нас есть небольшой кусочек Европы, и есть где-то там отдельные штаты Соединенных Штатов Америки, есть Канада. И еще чуть-чуть, вспомните ту картинку, которую китайцы нам показали, кто поддерживает, да, в конечном счете, санкции против России. Она очень колоритная, она очень колоритная. Я думаю, что где-то там и Бразилия, и Аргентина, то есть традиционные колоритические страны и Южной Америки тоже. Давайте тоже не поддаваться, что все, психоз, мы уже в подвале, и они наступают. Да, они наступают, но пока за счет медийности нас много. Спасибо за такой оптимизм. В конце эфира напомню, доктор социологических наук, заведующий кафедрой социологии и социальных технологий Далевского университета Андрей Вячеславович Яковенко был у нас в гостях. Сейчас короткий информационный блок, а после мы продолжим обсуждение новостей, не переключайтесь.